Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Homeworld 3, на высокой сложности, четвертая миссия, Калаанский терминал. В прошлой серии мы прыгнули через врата и думали, что попадем в нужную нам систему, но мы вышли совсем не там, где планировали, и на выходе из врат мы врезались в грузовой корабль и получили серьезные повреждения материнского корабля. Мы теперь можем исследовать фрегат поддержки, и построим по максимуму, сколько сможем, сколько нам игра позволит, да? Пока что отправим добывать ресурсы, у нас тут есть 500, 1500, 1500, нормально, есть немного ресов. Так. О, у нас даже остаются наши эти самые группы рабочие. Единственное, что, да, кораблей в них-то не осталось практически. Давайте, может быть, сделаем как-то вот так. Раз. Так. Сделаем вот так. Два. На два отрядика таких делятся, типа. Так. Фрегат и поддержка. 15 штук их можем построить. Ого. Может, нам прям столько не надо? Хм. Ну, давайте построим немного. Так. И это у нас будет третья группа. Третья тоже в режим агрессии. Это получается у нас, да, вот такое построение. Ракеты будут взрывать все к чертям в таком варианте, да? Давайте, может быть, что-то пошире попробуем. Вот так. Попробуем. Так. И что там у нас? Где там у нас? О, вот, вот он. Фрегатик наш ремонтный. У него автоматически включено постоянный ремонт. Ага. Кого-то там уже ремонтируют. Благодаря строительству и использованию дополнительных фрегатов поддержки можно ускорить ремонт материнского корабля. Да. А сколько? Или по максимуму строить, да и не выделываться. Сопорт Фрегатик сейчас готов. Мы, конечно, не сможем построить на все. Но добавим. В любом случае, это будет полезно, мне кажется. Так. Уже за новыми ресурсами летим. Не знаю, хорошая ли это идея. Координаты подтвердены. Материнка. О, так, что-то начинается. Внимание, внимание. И с туманностью на большей скорости выходят неопознанные корабли. Приготовьтесь к контакту. Попробуем договориться. Открываю канал связи. Приближающимся судам это хигарский материнский корабль «Каркуша» на открытом канале. Этот символ на кораблях, это же знак Саджука. Что-то мне подсказывает, что они здесь не для того, чтобы говорить. Они пытаются выявить наши уязвимые места. Готовьтесь к встрече с противником. Они не говорят с нами, но я слышу, как они общаются между собой. Так, вроде никого. Так, сейчас, секунду. Так, прошу прощения, мы продолжаем. Что там у нас? Прочность корпуса материнского корабля 30%. Судя по приборам, основные двигатели исправны. Все работает как надо. Отлично, ремонтные экипажи. Так, ну хорошо. Врагов пока не видать. Мы можем уйти в гиперпространство? Оставшееся ядро сильно пострадало, оболочка треснула, силовые каналы разошлись. В протоколах критический сбой, и это только то, что мы можем починить. Окей. Все ремонтируют? Вроде хорошо ремонтируют, да. Ремонт материнского корабля идет полным ходом. Танцуют кораблики наши. В открытом конспусе мы будем видны, как на ладони, но мы можем укрыться в туманности. Переместите материнский корабль в эту область внутри туманности. Имейте в виду, в этой туманности много металлов, благодаря чему мы станем невидимы для вражеских радаров. Но враги все равно могут нас обнаружить, если подберутся достаточно близко. Хорошо. Полетели. Пока всем кораблям приказал защищать материнский корабль. И вместе с ним не спеша себе летим. Группа Альфа, нужно изготовить больше опорных скоб. Окей. Сколько прочность? 17 тысяч у этих кораблей, а у, например, наших... бомбардировщиков... тысяча всего лишь. Разведка нападающая разговаривает на диалекте, родственном древнему языку Притечь. Активируя протокол перевода. Это объясняет их технологии. Материнский корабль вошел в туманность. Ага. Задача выполнена. Физический ремонт ядра закончен. Насколько, насколько возможно, без посторонней помощи. кибернетические системы продолжают отказывать, но у меня есть еще пара идей. Окей. Принято. Уведоми меня, когда мы будем готовы к выходу в гиперпространство. Нам не стоит оставаться в этой ловушке дольше необходимого. Так, ресурсы собираются. Оп, тихо. Что-то происходит опять. Теперь ясно, что мы попали в ловушку. Вот мы были на пути к системе Ноктуа-27, а в следующий миг что-то открыло выход из гиперпространства в нашу квантовую плоскость и протащило нас через кланские... Не представляю, какая сила для этого нужна, но теперь, когда я знаю, что на такой технологии Притч, я могу совершенствовать усилители нашего поля, чтобы подобное больше не повторилось. К сожалению, сейчас совершенно неважно, насколько хорошо мы подготовлены, мы никогда не доберемся до цели на одном едва работающем ядре. Согласно нашим историческим архивам, единственные врата с станцией Притчей, способные восстановить наши ядра, находятся в комплексе врат с одним функционирующим ядром на раком вне зоны досягаемости, поэтому нам придется использовать врата Троицы. Окей. Кем бы ни был наш враг, он следит за нами с самого нашего появления в этой системе. Выберет подходящий момент, нападет на нас. Нужно собрать ресурсы и укрепить наш флот. В этой зоне обнаружены скопления ресурсов, немедленно отправьте до приемщики ресурсов. Хорошо. Наши приемщики уже... А, ну еще не там, еще пока тут собирают. На кораблю доступна дублирующая система жизнеобеспечения. Группа Дельта, медотсеки 8 и 13 нужны нам рабочими. Срочно. Так, хорошо, ремонтируемся пока. Приемщик ресурсов уже один летит сюда. Строим дальше фрегаты. Наверное, да. Насобираем еще ресурсов? Может быть, мы только не будем спешить пока с ремонтом? Давайте отключим пока. Мы не можем отключить, да? О, кажется... Кажется, все ровно что-то происходит. Флот, у нас тут грузовое судно класса G-MAX в критическом состоянии. Корпус пробит кругом обломки. Мостик выглядит целым. На запрос транспортерный ответ есть. Дроны пошли собирать ресурсики там. Кажется, зря, да? Похоже, им меньше повезло при переходе через врата, чем нам. Сейчас кто-то вылезет как отсюда. Погодите ж, это то, что я думаю? Флот, это приемчик 34. Мы кое-что нашли. Похоже, это штурмовой фрегат из 5-го флота. Пропавший 5-й флот, вы уверены? Уже проверили преднадежность корпуса, это фрегат какое-то там название последний из выходил на связь. Нет ответа на наш вызов, показатели приборов отсутствуют. так, 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 Сейчас. Ты очень долго. Витрин выглядит хорошо. Нажмите нас в стадии. пожалуй тут куча ресов которые не хочется оставлять так где там кто вообще вот наши все ребята один сборщик бездействует где-то фрегаты поддержки все же ремонтируют так вот мы отмечаем множественные контакты приближаются значительной силы штурмовые короветы так ладно покопать нам не дадут да давайте вот так и давайте вот так и наверное даже просто нажмем на f4 и отправим всех сюда сразу защищать наверное да не вроде так сильно не спешат но мы летим тут конечно в туманности ничего не видно так стоп ага стоп мы тогда материнский корабль сейчас погоди погоди как там мы это делаем не 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 так вот так и теперь поднимем вверх немного на чтобы здесь повыше быть немножко так и какое мощное вооружение мы столкнулись серьезным противником чья сила возможно превосходит нашу вполне вероятно это технологии притечь так тихо 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 нам надо сюда отправлять было нашим ремонтные корабли давай 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 это было очевидно еще тогда когда они начали рвать нашу броню так приемщики ресурсов все как минимум на месте блин жалко что я всех этих оставил хоть быть поремонтировали тут немного это было ошибкой но тут есть немного корабликов до ремонтных отправим их немножко вниз сюда так 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 фрегат доставляют да да вон дрончик наш ага доставляют неизвестный противник устранен угроза нейтрализована задача выполнена хорошо сейчас быстренько ремонтируемся тогда ресурсы еще есть да и последний как раз корабль у нас достраивается поставим еще побольше очереди на всякий случай если вдруг страшно что-то будет так тихо тихо а чё ты опускаешься я тебе вроде не говорил никуда опускаться наши бомбардировщики на тебе надо наоборот подниматься погоди что про что происходит давай или может быть потому что мы типа за фрегатом сейчас спустились может быть поэтому давай полетели все наверх в туманность немного повыше как бы мне тебя приказать лететь вот сюда во и теперь повыше на пару километров вот так так будет нет кажется они не туда вот так сюда и теперь теперь повыше на пару километров вот это то что нужно может быть слишком высоко блин точно я из туманности выхожу как будто бы даже окей тут кораблики решили ворваться и были уничтожены я не против я не против так все можем остановить наш корабль ждем никто не хочет пострелять по этим кораблям хотят утилизируйте контейнеры так давайте посмотрим утиль где у нас тут кораблики наши эти нет не эти кстати да опять же тут надо поставить их ближе подвести к этому кораблю так и наши приемщики ресурсов захватить захватить короче просто вот так кликаем 1 2 так так штурмовой фрегат хорошо эти мощные атакующие суда позволят нам бороться с вражескими космолетами с которыми мы сталкивались окей а у нас так и будет вот это вот поврежденное так я думаю мы отремонтируемся прям по-красивому но видать нет так хорошо ресурсы пока идут довольно неплохо ему пока ничего особо не тратим надо сохраниться на всякий случай быстрого сохранения какой-то кнопочки по моему нас в игре нет кажется быстро они слились хорошо обнарушены мертвые тела выживших нет запасы продовольствия и все системы жизнеобеспечения истощены похоже они отступали до тех пор пока не кончились припасы а затем спрятали корабль здесь во тьме обвинение на внутренних поверхностей указывает на длительное воздействие вакуума они здесь уже несколько лет давайте сейчас проследим за этими корабликами о как и нашего быстро отремонтировали красота так многофункциональный фрегат фрегат и действует зенитными орудиями и при зачистке эффективен против космолетов и противников с низкой прочностью корпуса уязвим для дальнобойных противников противников с уроном по одиночным целям 15 штук поехали можем улучшить поляризованное покрытие тревога первой степени мы засекнили сигнал тяжелого корабля так ладно давайте ждем что тут у нас происходит ух ты елки-палки как они это делают судя по данным речь идет о длинном гиперпрыжки но в этих кораблей нет ни ядер ни навигатора боевая тревога силы противника вошли в озер защищайте материнский корабль любой ценой командир дело плохо надо уходить в гипер и немедленно каждый раз как я пытаюсь запитать ядро на двигаться навигационная матрица выходит из строя мне нужно больше времени у нас еще один контейнер остался так который мы так и не утилизировали где он тут у нас 2 или мы мы сейчас типа доставляем его утилизируем все готово как раз переживите вражескую засаду страшно но давайте так еще один так чем мы ресурсы идем добывать или или пора валить уже у нас вон эти наши штурмовые фрегаты давайте посмотрим на них как они выглядят не 11 1 можно вам хочу поближе его рассмотреть пушечки видны хорошо много пушечек видно блин противники просто со всех сторон красные метки отовсюду и вон они уже к нам летят кажется они летят к нашим добывающим кораблям или они просто куда-то вниз летят я даже не знаю приемщики ресурсов спускаются но мы пока копаем наверно пока можем и строим фрегаты на фрегаты у нас отдельно да это мелкие корабли это фрегаты и здесь количество свое я понял то есть по 15 у нас их может быть ну 15 этих и 15 фрегатов поддержки но общее еще 50 дополнительно я понял я понял как это работает хорошо тогда строим отлично фрегат альфа ударный фрегат врагов фана Второй фрегат, так Фрегат бета Ладно, мы пока просто, просто ждем Наши, конечно, эти сейчас будут страдать Может быть мы Заберем их сюда, поближе к нашим Еще будет больно Так, F4 нажимаем И всех на режим агрессии Поехали Поехали С ремонтными фрегатами Мы, может быть, тут протянем какое-то время Ресурсов, в принципе, у нас осталось уже немного здесь Там одна А, ну тут еще немножко есть А, тут там 0 пишут Здесь соточка Ну да, поресом мы все Ой, ой, ой Ой, ой, ой Окей Корабли строятся полным ходом Деньги уменьшаются тоже полным ходом Противников все больше и больше Ремонтируемся Ремонтируемся Как можем Пах Тревога Враг наполняет наши приемщики Отправьте подкрепление Все приемщики должны быть где-то здесь поблизости у нас Ух ты, все взрывается вокруг Наши приемщики Да-да-да Тут что-то недоприем Разведка поврежденная Ядро наконец-то удерживает резонанс Не идеально, но удерживает Нужно лишь закончить наши дела Может, валим уже? Еще могу пять фрегатов Разведка поврежденная Так, это все было хорошо Уходим по готовности Иначе есть риск Квантового коллапса Ясно, но при подготовке к прыжку Нужно будет пристыковать Космолеты, чтобы не бросать их здесь Все космолеты, да? Типа надо пристыковать Окей Ф4 7 перехватчиков осталось Стыкуемся 29 Этих истребителей Стыкуемся И бомбардировщики тоже все стыкуются И Сейчас мы, типа У нас, по идее, автовыпуск Автозапуск кораблей стоит Мы его выключаем То есть нам нужно всех собрать Пока-ка самолеты нужны нам, чтобы защитить материнский корабль Ключевой фактор здесь Время Да? Разве? Перехватчик, бомбардировщик Пакуемся потихоньку Ядро заряжено Готовьтесь к входу в гиперпространство Внимание! Только тяжелые корабли могут совершить прыжок Попутно с материнским кораблем Непристыкованные космолеты будут потеряны Ой-ой-ой-ой Мы, по-моему, всех уже запаковали Мы постараемся помочь вам, леди Эмоджент Вперед Войти в гиперпространство Мы, по-моему, всех пристыковали Нажмем на F4 У нас осталось Ага Разведчик Бомбардировщик И штурмовые фрегаты Это большие корабли Они не это самое Бомбардировщик жалко, конечно Но пока мы будем его Он всего 150 ресурсов стоит Пока мы будем, конечно, его паковать Мы можем потерять и корабли более серьезные Ладно Войти в гиперпространство Варпаем Волнолеты Мне очень жаль Командир Акаданферан Акаданферан Что-то там Приготовься к выходу в гиперпространство Ёлы-палы, что творится здесь Все, все варпаем Фух Пройдите пять миссий так, чтобы материнский корабль Ни разу не... Что-то там не сделал Достижение получено было Леди Каррин Леди Каррин Леди Каррин Бабушка говорит, что вы улетаете надолго Время быстро отечено, Имаджин Мгновения, мгновения вечно Почему обязательно ты? Кажется, нашлось кое-что важное, но очень далеко отсюда Как следует запомни мои уроки, Имаджин Что бы ни случилось, они тебе пригодятся Ты будешь гореть очень ярко, моя звездочка Знаю, прощаться тяжело, позволь мне спеть нашу колыбельную Подумай, дитя Где же твой дом По каменной карте Туда мы придем Костя под дюнами Во власти сна Ты среди звезд Всегда не одна Вы меня слышите? Слышит Она пропала Но, несмотря на расстояние, она чувствует нас А мы чувствуем ее Кто вы? Я не отличаюсь от вас Еще один навигатор? Да Я такая же, как ты Мы обе нужны Карен, чтобы спасти ее Скорее к ней Найди ее Гиперпространственные координаты зафиксированы Гиперпространственные координаты зафиксированы Разрушенные врата Здесь, да? Прыжок завершен Мы прибыли в Троицу И все ремонтируемся Так Хорошо Разведка, возможно, у нас возникла проблема Гиперпространственная Навигация ненадежна Помимо меня здесь еще кто-то есть Имейте в виду Окей Хорошо 8000 у нас осталось После прошлой тяжелой битвы Посмотрим, что у нас получится дальше Да? Ну, вот эта тема, то, что у нас флот переходит из миссии в миссию С одной стороны классная, да? Но если поначалу много потерять и ошибки совершать То в конце, наверное, будет тяжело Посмотрим Посмотрим, насколько Будет у нас Да? Будут ли проблемы или нет Под конец в последних миссиях Справимся мы или нет Ну, если что Для этого есть в настройках Кнопочка, типа Начать миссию со стандартным флотом Типа Какой-то там Мы сразу получаем базовый Вот Если прям все уж плохо будет Но Я думаю, что пока вроде все более-менее нормально у нас идет У нас Ну, еще 20 кораблей мелких надо построить Но зато по крупным кораблям, которые более дорогие Все хорошо Только надо еще 3 приемщика ресурсов Да Построить Ну, хорошо Посмотрим Посмотрим В любом случае, пока что Всем спасибо за просмотр Всем пока И увидимся в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok